МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Шаг навстречу либерализации бизнеса. Торговая инспекция с этого дня прекращает проверки, не переходит в режим мониторинга. Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Теперь основная задача ведомства – координация цен и тарифов на рынке Беларуси. Правда, наряду с этим остаются исключительные случаи, на которые запрет на проверки распространяться не будет. Среди них особое поручение президента, президиума Совета Министров, правоохранительных органов, а также при наличии достоверных данных об административных правонарушениях. В новом формате торговая инспекция будет работать до дня вступления в силу указа по контрольно-надзорной деятельности. В Швейцарской Женеве сегодня стартует мероприятие, посвященное 20-летию завершения вывода ядерного оружия из Беларуси. Участие в нем примет делегация внешнеполитического ведомства нашей страны. Ожидается сразу несколько крупных встреч, в том числе с руководством Международного комитета Красного Креста. Заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков выступит на конференции по разоружению. Она проходит под эгидой ООН. США могут выйти из состава Совета по правам человека ООН. Об этом ссылаясь на собственные источники, заявила одна из крупнейших медиакорпораций мира. А все дело в том, что новая администрация в Вашингтоне сомневается в его эффективности. Вдовабок далеко не все решения Совета устраивают команду Трампа. И в ближайшее время эту тему обсудят на заседании Конгресса США. Напомню, Совет по правам человека ООН существует с 2006 года. Самое большое стадо взрослых самцов-зубров зарегистрировали в Беловежской пуще. В нем на полторы сотни голов ученые насчитали 19 диких быков. Раньше этот показатель не превышал отметки в 13 особей. Как известно, взрослые самцы вне периода гона предпочитают жить отдельно. Удивило зуброведов и то, что большая часть лесных исполинов многочисленным кормушкам предпочитают поля агропредприятий, особенно с посевами зимнего рапса. К сожалению, не обошлось и без потерь. Зиму не смогли пережить двое маленьких зубрят. Маленькие телятки, которые рождаются в ноябре-декабре, многие из них погибают. Дело в том, что они еще ослабленные. Зубры в это время переходят, вмигрируют с летних стаций на зимние. Переходят он до каналов, миллиарционные каналы. Соответственно, зубры идут, и эти леды, которые за ним в холодную воду. И чаще всего перехлаждение летом, воспаление легких. Всего же за прошлый год в Пуще на свет появилось 58 зубрят. 80% из них в благоприятный весенне-летний период, что позволило им немного окрепнуть к зиме и благополучно пережить морозы. Семь дней со вкусом. Неделя белорусской кухни стартует сегодня в Минске. Гастрономический марафон пройдет уже в 13-й раз. И, как всегда, гостям предложат пять блюд национальной кухни, приготовленных по единой рецептуре. На этот раз гурманов приглашают отведать верещаку с блинами, заливного карпа или картофельные клетки по демократичным ценам. Меню обновили более сотни столичных кафе и ресторанов. Причем, независимо от наценочной категории заведения, национальные блюда будут стоить одинаково. Князь Радивил в Минске. Сегодня потомок знатного рода лично представит в Национальном художественном музее выставку о своей большой династии. В экспозиции живописные графические портреты, миниатюры, медали. Многое публика увидит впервые. Экспонаты размещены в хронологическом порядке. Учтены и родственные связи княжеского рода. Помимо собраний самого князя Матея Николая Радивилла, уже сегодня экспозицию пополнят и документы из Национального архива. Редкие старопечатные книги и фотоальбом, посвященный охоте из Национальной библиотеки. А также серия радивилловских портретов из нашего художественного музея. Добавлю, продлится выставка до 16 апреля. У православных сегодня начинается Великий пост. Самый строгий и самый долгий. Он длится 7 недель до Пасхи. И призван напомнить о 40 днях, которые Иисус Христос провел в пустыне. Пост – это не только отказ от мяса, но и время духовной подготовки к светлому празднику Пасхи. В этом году православные и католики отметят его в один день – 16 апреля. На этом у меня пока все. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Субтитры создавал DimaTorzok